Друзья, привет! Ох, видели бы вы мой самодельный штатив. Тут самое главное теперь бумагу не передвинуть. В общем, что я вам скажу. Мы в Карпатах, конечно же, грибов сами не насобирали, но сами нарисуем. Это, знаете, из разряда, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Все, что нам нравится, мы всегда нарисуем. Я использую гуашь. Это единственное, что я смогла с собой прихватить из дома, из таких плотных красок акварель и гуашь, да? Но гуашь более нам всем привычная. Кистью у меня сегодня пони. Пони – это мягкая кисть, но она такая, знаете, универсальная. Для гуаши можно и плотные кисти, и иногда мягкими пользоваться. Поэтому у меня будут сегодня мягкие кисти. Вода и лист бумаги. Давайте начнем. Поскольку у меня есть такая огромная кисть, я с нее и начну. Я беру гуашь. И сначала я думаю, что нам нужен фон. У меня по цветам, как обычно, синий, желтый, красный, белый, черный. Ассортимент небольшой. И даль я буду задавать, поскольку это даль. И даль мне нужна глубокая и темная. Я буду ее сочинять вот такой синий. Я рисую без натуры. Несмотря на то, что могла бы ее себе тут организовать. Но по воображению и представлению. Вот такую синюю даль. Потом к этой синеве я подам красноты. Она превратится в фиолетовинку. В общем-то, можно сразу фиолетовым. Но мне нравится смешивать краски с омой. Потому что тогда они дают самые разные эффекты. Такая вот грязная фиолетовиночка получается. И к этой фиолетовинке я могу кисть помыть. Сразу же пойдет примесь желтой. А желтый, конечно же, даст мне а. зелень. Б. даст мне коричневинку. Там, где встретятся синий, желтый и красный. Это будут какие-то коричневые эффекты. Но такие с зеленцой, с грязнотой. Вот по низу больше было. Чуть-чуть ниже середины. Больше синего с краснотой. Наверх побольше желтинки. Чтобы там уже появлялось тепло и свет. То есть зелень в чистом виде. Просто краска сама смешивается в процессе. Большой кистью вот так вертикально делаем такую заливку, заготовку. Темную, теневую, мрачную, лесную. Видите, я тут стихами на природе заговорила. В общем, получается вот так темно. Синевато, фиолетовато, зеленовато, коричневато. Все три цвета вместе дают самые непредсказуемые эффекты. Наверху более зеленовато, местами даже желтовато. Понизу более фиолетовато, синевато. Где-то более красноватый. И вот такие переливы нам очень-очень подходят. Теперь плавненько будем выбираться из той темноты. Внизу осталось меньше места, чем было наверху. Здесь я как-то непроизвольно уже корзинку набрасываю. И по низу этой же кистью я ничего не мою. Я сочиняю наоборот солнечную полянку. Солнечная полянка, это уже будет в основе желтой. Темная даль, это был в основе синий. А солнечная полянка, это той же немытой кистью. Я беру желтый, и у меня будет получаться грязноватый, салатовый. Такое то, что надо. Вот моя солнечная полянка. Я, наверное, все буду закрашивать, чтобы не оставалось каких-то пробелов. Да, желтый, желтый. Если есть палитра, можно отдельно. Я, наверное, поэтому и не свешу, потому что у меня нет палитры под рукой. Вот синий, если желтым смешать, нельзя делать, конечно. Синий, желтым я получу зеленый. А чтобы зеленый был более такой осенний, капельку красноты. То есть немножко подкоричневевший мой, зеленый был. Вот он, желтый, с каплей синего, с водой немножко я использую гуашь. Особенно такими мягкими кистями. Трудно рисовать неразбавленной гуашью, поэтому чуть-чуть с водой. И как на сцене, у меня здесь будет главная героиня корзина с грибами, поэтому я создаю такое свечение вокруг нее, такой прямой луч. Она стоит в этом софите, а все вокруг мрачнее и мрачнее, и только возле нее такой яркий-яркий свет. Я вымываю кисть, если не могу вытереть, то вот так макаю пальцами. И, ага, все-таки съехала я, да? Видите, какая красивая зато обстановка кругом. Листочки, листочки, никакого крафта. Если что, можно и в качестве салфетки листочком. Так, ну, я все-таки немножко так разотру, чтобы плавненько было. И вот такую заливку мы имеем. В этой заливке, она довольно темная, и только здесь сразу светло. Неплохо бы сразу поискать траву, то есть по темному фону, желтый, чуть-чуть позеленевший, но все-таки желтый, в основе желтый, с небольшими примесями предыдущего зеленого. Большой кистью можно поделать таких тоненьких травинок. Сразу говорю большой, потому что у нас как бы крупным планом, да? Не нужно маленькой кисточкой это делать. Можно средней кисточкой, можно кончиком большой кисти, но прямо тоненько не нужно. Вот такие травинки. Получаются светлые травинки на темном, да? Или вот темные травинки, немножко выехала трава, на светлом. Контрастность должна быть, да? Чтобы нашу травинку было видно, она должна быть или светлая на темном, или темная на светлом. Вот так вот. И снизу наверх выезжают вот такие тоненькие. Да, я возьму кисть поменьше, среднюю. Поддам. Вот возьму больше синего, да? Здесь синего-желтого, прямо в крышечках. И таким темным добавлю темненьких травинок. Да, где-то еще. Чтобы вот на светлом фоне было видно и темные травинки тоже. Но только сильно яркий зеленый получается. Я все-таки добавляю красноты, потому что очень ярким зеленым крайне скучно. Он не осенний совершенно. Поэтому зеленый с небольшой каплей красного цвета. Вот видите, какие разные оттенки зеленого могут быть. Просто в основе синий с желтым. А красный больше или меньше пачкает нашу зеленую краску и создает такие разные-разные оттеночки. А вот такая зеленая травичка. Сначала темную все-таки нанесу. Недостаточно темноты у меня было на фоне. Я еще нанесу такие слои. На переднем плане она прямо очень крупная. Чем дальше от нас, тем она все мельче, мельче, мельче. И я могу сразу представить, что у меня корзина будет большая, большущая корзина. Она же у нас крупным планом. Можно прямо по центру, можно там немножко левее, например, сместить. А вот здесь бросить еще один грибочек. Так будет интереснее. Не совсем по центру, не фронтальная композиция. А когда что-то главное смещено немножко слева, влево или вправо, это немножко снимает с нее напряжение. И так, корзина стоит. Под корзиной темно. Темно это значит синий. Да, желтым для зелени, с каплей красного, такой синий-красноватый, желтоватый, зеленый цвет. И вот этим зеленым, пусть у нас свет светит вправо, да, например, поэтому влево, вот так снизу корзинки, и влево будет уходить темнота. Прям поверх наших прекрасных травинок. Надо было сразу об этом говорить. Темнота уйдет. И мы возьмем с вами сейчас теперь желтый. Вот сюда я с краешку подам своего зеленого. Да, я дам с краешку своего зеленого. И чуть-чуточку белого. Я там отдельно в крышке белые набираю. Все-таки вот именно белый цвет прям так из банки, но не лакайте. Лучше не лакайте, ребят, лучше отдельно нанести. В основе желтый, да, с небольшим количеством белого. И чуть-чуточку предыдущей зелени и немножечко воды. И вот теперь уже поверх темного можно каких-то из светлых травинок, возможно, даже более тоненькой кисточкой, да, или кисточкой с более тонким кончиком, чтобы получить таких вот по темной зелени светлых травинок. Теперь-то я добавила эту темную зелень. Когда ниоткуда не срисовываешь, сочиняешь сам, начинаются метания вправо, влево. Но иногда они очень полезны, если в итоге не замесить все в одну кашу, а все-таки распределить, где что, то может получиться такая наслоенность картины, вот там наслоенность этих травинок, да, от моих многочисленных исправлений. От этого будет только интереснее. Так, я сейчас подумала, что неплохо было бы нарисовать симпатично и подарить ее здесь отелю. такую корзинку с грибочками. Ну, посмотрим, какая получится. Когда тебе сразу ставишь задачу, знаете, вот, надо нарисовать директору мира, там, какому-то очень важному человеку. Так напрягает. Никогда себе не ставьте такие задачи. Сначала нарисуйте, а потом, знаете, не делите шкуру неубитого медведя. Нарисуйте, а потом решите. Дарите куда-то или в топку. По-разному бывает. Ну, нарисовали. Рано траву, конечно, мы набрасывали. Еще будем траву делать. Давайте как корзинки перейдем. Листья дальние попозже. Ого! И на коладо манго, манго фисташка. Понимаете, я все-таки на курорте в белом халате, как-никак, полагается пожелывать мороженое. Манго фисташка? А ты его уже ешь? Нет, я тебе насыпал. Манго фисташка. Я не брал ничего еще. Красиво. Ух ты, красота. Морошко. У нас лето. Вкусно. Ну, так нельзя рисовать и дразнить. Боже, папа, так вкусно. Ну, что ты делаешь, если рисую? Я могу добраться. Ой, как вкусно. Класс. Пока дочка спит, нам просто нужно успеть все порисовать, поесть мороженое втихаря и все остальное. Так, сделали. Вот туда мы еще вернемся, какую-то листву оттуда вынырнем. Давайте-ка поскорее перейдем все-таки, наверное, к корзине. Для корзины нам нужен темный коричневый цвет. Все будет идти по той же схеме, по которой мы смешивали зеленый, только теперь, наверное, лучше всего в красной крышечке. Тут уже все красное. Смешайте красный с желтым в одинаковом количестве, чтобы получить такой, знаете, ну, темно-оранжевый. И к вот этому цвету подайте чуточку синего. И такой красноватый коричневый цвет. То есть здесь был зеленоватый коричневый, да, не чистая зелень. Здесь красноватый коричневый, на основе красных оттенков. И вот таким довольно насыщенным коричневым. Или это должно быть, знаете, красный синим сначала смешиваете, а потом туда подаете немножко желтого, даже вот так. Что-то я перегнула, ребята, что я творю? Столько краски. Красный синим, мороженое мне голову скружило. Красный синим. И чуть-чуть желтого. Да. Красный синим. Красный, синего чуть-чуть. И желтенького тоже чуть-чуть. И мы получим такой темный коричневый. Воды я поддаю в гуашь, потому что гуашь без воды, ну, очень туго идет. Хорошенько размешать до однородной консистенции. И рисуем корзинку. Только кисть я предлагаю взять покрупнее под это дело. Вот такая. И кистью покрупнее мы рисуем корзинку. Ну, форма корзинки всем понятна и ясна. Вот она. Вот она корзинка. Вот она здесь округлая снизу. Вот тут округлая. Вот тут такой овал, да, собственно, в котором лежат грибы. К счастью, корзинки тоже чаще всего ручная работа. Они тоже могут быть неправильными по форме. И это даже придаст им романтики. Так что, если что, не расстраивайтесь. То есть, сильно широкая корзинка. Ну, ладно, тут она такая подраскрытая должна быть. В общем, у всех будут разные корзинки. Только смотрите, чтобы она хорошенько поместилась. А то у нас было с гортензиями, с орхидеей, что у меня не помещались в работу. Потом, я смотрю, у вас тоже не помещаются. Давайте только, чтобы у нее и место и сверху, и снизу осталось. Лучше сделайте ее, если что, меньше, чем больше. Ничего страшного. Главное, чтобы поместилась. Такая чудная корзиночка. Внутренность пока не закрашиваем. Почему? Потому что там... Ну, пока не закрашиваем. Хотя, вот каплю синего поддаем к этому темному коричневому. Получаем такой очень темный, даже фиолетоватый цвет. Грязноватый, фиолетоватый. И вот им закрасьте корзинку внутри. Пусть все-таки там какая-то подложка будет. Вот так. И этим же цветом, кстати, очень хорошим. Давайте теней поддадим. Свет светит отсюда. Тень всегда с противоположной стороны. Где-то по низу. Тень. И по ручке вот тут вот снизу тоже тень. Вот так вот тень. Вот такая красота. А пока... Но это еще не все. Теперь корзинку вообще нарисовать очень просто. Я вам давным-давно должна была это показать, ребята. И это просто, но только раньше я почему-то не догадывалась, что это так просто. Смотрите. Где бы мне взять все-таки палитры. Я, наверное, акварельную сейчас вытащу. Так. Вот такая у меня есть кусок с под акварели. Мы будем на нем. Смотрите. Нам нужно взять сейчас желтый с белым. Вот это вот так не делайте. Что с крышки. Желтый с белым. Он уже вот как раз подходящий. Капельку коричневого предыдущего туда поддайте. Если там какой-то синевой отдает, глушите красненьким чуть-чуть. Если отдает сильно красным, чуть-чуть синеньким. Но только чуть-чуть совсем. В основе желтый с белым. И небольшой капелькой предыдущего коричневого. И желтый. И белый. И немножко коричневый. И в общем вот этим всем мы рисуем кирпичную кладку на корзинке. Вот так. В шахматном порядке. И по форме корзинки укладываем. Это будут выпуклые частички лозы. Что прекрасно в гуаше. Она же будет подмываться. Да? Предыдущий цвет. Вот так вот. Хоп. Даже такими знаете как бы несколько овальные должны быть. Кирпичная кладка. Но из таких вот овальных черточек. Да. Полуулыбками они должны ложиться. А то вот так. Совсем на кирпич похоже. Кирпичная кладка в общем-то так же рисуется. Ну это если вот такой простой метод. Да? Искать. Да и хоть простой, хоть непростой. Вот так она делается. Темным по светлому. Или наоборот. Светлой была бы у нас стена. И мы бы рисовали промежутки темным. Вот такой способ. А здесь по ручке корзинки. Вот так. Два. Все той же кистью. Чтобы одной толщиной были у нас полоски лозы. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И тоже так по диагональке. Они должны. Представляете, что это лоза. Она гнется. Поэтому она вся будет изогнута. Вот. Так. Ну и вот. Чтобы краешки там тоже такие были выпуклые. Это же лозиночки. И снизу, и сверху. И где-то не совсем правильно. Вот так вот. Но общая концепция вот такая вот довольно простая, на мой взгляд. Ну, может быть, слишком простая. Не знаю. Берем еще белого, подаем к этому цвету, ребят. Еще белого. И желтого чисто. Ой, зайчик мой проснулся. Рисовали. Показалось, не проснулась. Ну, ладно. В таком случае, ребята. Еще более светлым цветом мы подсветим самые светлые выпуклые лозинки. И не по всей вот этой уже, этому нашему полуулыбчатому кирпичику, да. А буквально часть его на самой выпуклой верхней, правой стороне, каждой отдельной. Вот так, ёрс кистью. Вот сюда уже не надо. Здесь уже тень. Только вот эту часть. И чем больше, вот ближе в эту сторону, тем меньше, 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 меньше. И вот тут то же самое. Немножко еще больше подсветим. И сюда тоже меньше, меньше, меньше. Вот так. Подсветили нашу корзиночку. Такая она вся уютненькая получается. Вот там по дальнему плану более темным оттенком. Еще коричневого подмешаю к самому предыдущему бежу. Чуть-чуть можете, вдруг там чего-то будет выглядывать. Там таким светлым не нужно. Тоже краешек корзинки оформить немножечко буквально. И теперь внутрь этой корзинки мы будем закладывать грибочки. Я присматриваю белые грибы на картинках, на фотографиях, потому что я сама давно их не видела. Хотя мы там собрали три гриба каких-то, непонятно. Тех не тех, но собрали. Они у нас с белой ножичкой такой, да, бело-желтый цвет, немножко коричневатый. Еще поддаем туда белил. И этим цветом мы нарисуем всего пять грибочков, а будет ощущение, что мы нарисовали целых сто пять. Целую корзинку. У них ножка вот такая, вверху потоньше, книзу потолще. Такие бочонки где-то выглядывают вот тут. Забавно будет, ждем посмотреть, если что, что мы грибов не насобирали, но нарисовали. Так, ну и под разными углами раз-два грибочек. Прячем их в корзинку хорошенько, раз-два. Не бойтесь, что подмешивается что-то коричневое, это даже хорошо, оно должно подмешиваться. Вот тут какой-то гриб перекроет гриб. Мы сейчас все как надо с вами еще теней добавим. В общем-то вот хоть мы и наносим так аккуратненько, стараемся, все равно все это дело превратится в такую однотонную, как бы частичную историю. Теперь мы подаем еще белого, вот здесь, просто белого с просто желтым. Очень хорошо, что мы это дело рисуем гуашью, потому что тогда подмешиваются темные коричневые оттенки в качестве теней. И так на наши грибочки, да, и мы можем уже никаких теней не добавлять. Всего лишь взять бело-желтый и подсветить каждую отдельную ножку сверху, слева. Помним, что свет падает, да, на каждую ножку сверху, слева. И представляем, где ее там может быть видно. Сверху, слева, сверху, слева, сверху, слева, сверху, слева. Так, а теперь нам нужен цвет для ножек. В общем-то, это цвет корзинки, если у вас осталась эта крышка, опять. В основе он такой красный, такой теплый красный, кирпичный, аппетитный. Красный и желтый. И прежняя коричневая база, если осталась, она как раз вот там сейчас подмешается, ее будет достаточно. Но если вы по-чистому смешиваете красный с желтым, то совсем небольшая капля синего цвета превратит, вот этот оттенок такой будет, как раз грибочком. Желтый с красным. И мы рисуем отдельные шляпки грибов. Такие они толстенькие, аппетитненькие, как пасочки. Это ослик так. И-а, и-а. Слышно вам было? Так, вот сюда. Все грибы. Все как на подбор. Ну, конечно, они должны быть разными, ребята. Такой урок частично будет очень упрощенный. Но зато точно с корзинкой с грибом. Темно. А это пила. Что-то там пилят сегодня. Полдня. Вот такие грибочечки. Давайте вот здесь пусть какая-то шляпка просто выдвинет из корзины. Да? Просто шляпка. У нас шесть. И седьмой предлагаю уронить. Вот так. Сначала кругляшочек, потом вниз какой-то неровный шляпочку уронили. Отчего-то я его, да, его можно было нарисовать растущим рядышком с корзинкой. Я его так и нарисую. Вот он такой просто под углом. Растет рядышком с корзинкой. Два грибочка. И вот у него шляпка. И вот тут еще какая-то шляпка выглядит. Мухоморф. Сильно красный. Красновато-коричневый, да? Красный с желтым. Теплый красный. И немножко покоричневевший. Вот этот цвет для шляпки грибочка. Итого у нас девять грибов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ага, десять, да? То есть ты лишний. Ну хорошо, пусть там еще один выглядывает. Одиннадцатый. Единственное, чего нам теперь, ребята, не хватает, это теней. И мы их добавим сейчас с большой радостью. Мы берем отдельно красный цвет. Ты вернулась? И ты была. Собака моя золотая. Красный с каплей синего. Вот чем такой темный бордо. Этим бордо проходим по теневой стороне грибочка. Снизу, слева. Снизу, слева. Снизу, слева. Покажем на грибочку. Снизу, слева. Вот тут. И вот тут. И вот тут. Все это так московенько, но по форме. Всегда моски просто наносите по форме. Если не знаете как, гладьте любой предмет по форме. И будет все как надо. Снизу. И вот тот, например, дальний самый. Пусть только это будет не красный, а красный и синий. Чтобы это был такой эффект бордового. Если будет получаться все равно очень яркий фиолетовый. Ну, чуть-чуть глушите желтинкой. Но, скорее всего, сразу будет бордо. Вот тот дальний грибочек совсем таким темным сделаю. Вот такие они у нас будут уже объемные. Видите, у них появится теневая сторона. Если слишком резкий переход, вымыли кисточку, убрали всю воду. И просто влажной кистью очень нежно, долго не трем. Трем между темным и светлым цветом. И получаем переход от темного к светлому. Такие вот условные свет и тени у нас сразу будут обозначены. Понятно, что тут можно прописывать все это дело с рефлексами, со всеми делами. Но это совсем другое время. Мы нарисуем с вами просто, быстро и корзину с грибами. Довольно убедительную корзину с грибами. Я на мужа проверяю, если что. Он мне всегда говорит, если тут убедительно, а тут нет. Вот я проверю обязательно и скажу, похоже, не похоже. Добавляю желтого. Вот так, рядышком с небольшой каплей, такого бордового-красного. И вот этим цветом, может быть с небольшой капелькой белого совсем, мы подсветим наши грибочки по правой стороне. У них должен быть не только теневой оттенок, но и световой. Сначала мы нанесли их основной цвет. А теперь наносим, потом добавили теней. А теперь еще и блик какой-то на грибочек. Видите, он сразу такой становится блестящий, лоснящийся. Аппетитный. Все аппетитнее и аппетитнее. По световой стороне, да, самая светлая часть на грибочке. Тени у нас получились и так на наших ножках. Но если не получились, тогда мы берем белый, с вот этой каплей красно-синего цвета, такой фиолетоватый. И этим фиолетоватым прекрасно он подойдет, чтобы обозначить тени. Такой фиолетоватый с небольшой желтенькой, чтобы он был, знаете, грязноватым. И можно по левой стороне, вот таким грязноватым, фиолетоватым, под шапочкой и по ножке, да, слева. Ножка наверху и слева. Вот там, вот там. Добавить теней на наши ножки грибочка. И на эти ножки тоже нужно бы добавить теней. Вот так. Ну и свет сохранить, да. Помним, что тень снизу у нас. И в данном случае сверху, потому что от шапки грибочка падает тень на ножку, да. Поэтому вот так наверху подчеркнули под шапочкой темно. И вниз, и тут. И немножечко тоже края тени, они всегда лучше смотрятся, когда так плавненько. Это не обязательно, но все-таки немножечко. Вот и корзина. Ох, какая аппетитная получилась. Неожиданно. Так, и бежим. Смотрите, вот у нас тут был беж, светлый довольно, да. Можно в гуаши и подмыть что-то, что здесь оставалось. Нам нужно прикрыть. Все-таки корзинка прячет грибочки. Поэтому край корзинки покрывает грибочки. Где-то, конечно, шапочка гриба выглядывает. Но все-таки. И если сильно резкие какие-то блики, вот эти на корзине, желтые такие получились, я их сейчас приглушу бежим. Чтобы они были немножко спокойнее. Да, они такие же светлые, но все-таки спокойнее, спокойнее. Не перепрыгивала корзина нашей грибы. Пусть грибы привлекают к себе все внимание. Вот, собственно, с грибочками все. Остается дело за вот чем. Мы берем остатки зеленого цвета. Все они с белым чем-то и желтым. В основном желтым. И совсем небольшое количество белого. И вот это все очень светленькое. Мы берем тоненькой кисточкой. И добавляем травинки, заходящие на корзинку. Да, корзинка темная, все кругом темное, поэтому травинок можно добавить только светленьких таких. И солнышко светит нам с вами. Красота. Сразу любая картина красивее в сто раз, когда на нее попадает солнце. И вот травинки другие. И просто, ау, кстати, эти травинки кругом напоминают про то, что было бы неплохо уронить какой-то рыжий листочек на все это дело, да? Ну, хотя бы парочку. Сейчас попробуем. Прячем наши вот эти грибочки. Они должны в траве спрятаться обязательно. В идеале в темной сначала, да? В темном оттенке травы. В каких-то темных травинок. Чтобы не видно было, откуда растут ножки. А потом еще и светлые на них заходят. Тоненькой кисточкой вот так ерзаете вниз, вверх. Очень легонько. Просто ерзающий жест. И будут получаться плюс-минус тоненькие травинки. Корзинка наша тоже прячется в траве. Даже может, знаете, так все-таки более темный зеленый я смешаю. Вот синий с желтым. С небольшими примесями чего-то красного, да? Обязательно, чтобы был грязный зеленый. Осенний такой спокойный. Вообще настоящий зеленый. Потому что настоящий зеленый таким зеленковым не бывает. Он весь какой-то, знаете, живее, чем просто оттенок зеленки. А из синего с желтым чаще всего получается самая откровенная зеленка. Поэтому нужно очень часто глушить зеленый красный тонень. Прячется, в общем, корзинка наша в траве. Вот так. Сначала в темной, да? Вместе с грибочками. А потом, когда она хорошенько спрятана, мы добавляем бликов, травинок бликов светленьких. Где-то они перемешаются с темными, будет вот живенько. Нам самое главное, чтобы живенько. Ну, и этим светлым цветом, какой-то средней кистью, да, вот светлый зеленый цвет, может быть, каких-то листочков выглядывающих. А может быть, надо осенних листочков, да, сразу. Да, сразу рыженьких листочков нарисовать. И будет то, что надо. Рыженький листочек. Рыженький – это желтый, да, с капелькой красненького. И поскольку у нас уже автоматически подмешалось что-то зеленое, мы получили грязный рыжий. Если не подмешалось зеленое, подмешайте. У меня просто уже все краски грязные, все подмешивается само. Каких-то рыженьких листочков таких по форме. Представляете их форму? Ну, помните, что они бывают разные, под разными углами. Вот такой. Какая-то здесь ветка, скорее всего, да? И вот так вот листочки рыженькие спадают. Видите, мы тут возле Букового леса, в Закарпатье. Не Буковый лес, не сосны, ну, не смареки. Не ели такие высокие ели. Называются в Карпатах смареки. И я автоматически рисую листья, на которые насмотрелась в лесу. Именно такой формы. Ну, вот, в общем-то, это они, по-моему, или нет? Не-не, это вишня какая-то. Ну, он вот такой, обычный лист. Можно дубовых, конечно, нарисовать, да? Какие-то грибочки под дубами растут. Будет красиво. Но я не буду выдумывать, ребятки. Нарисую обычных листочков. Вот таких вот кругленьких, как кругленьких, овальненьких. Где-то, может быть, в корзину его в плиту осенний листочек. И вот тут в корзину. Мне попадался рисунок, с которого я думала с вами порисовать. Где и ромашки были, по-моему, и земляника, и рябина. И такая вся расписная корзина. Красиво. Но, на мой взгляд, перебор. Мне кажется, очень красиво, когда достаточно вот просто... Просто, знаете, всего, что работает на мою идею. Нас так в режиссуре учили. Отметай лишнее, оставляй только нужное. Ну, то есть, на мою идею листик осенний работает, что это осень, пара грибов. Работает. Зеленая трава работает, что их еще прячется в траве, что это еще ранняя осень. Работает, да? Корзина работает. Все, что на мою идею не работает, я убираю. Рябина, ромашки. Это уже дополнительная роскошь. Большой надобности в ней я вот не вижу пока, да? Мне кажется, что вот так вот все понятно. Я добавляю белого и еще желтого к имеющемуся цвету. Может быть, капельки красненького. Таким светленьким, рыженьким подсвечу эти листочки. Конечно же, да, у них должны быть оттенки. Не одного цвета, а вот так с оттенками. Сразу веселее. Вот сюда чего-то светленького. Вот так наши листочки такие. Ну, форму бы их не потерять. И все-таки отдельно рыжий цвет я тоже смешаю. Красный, желтинкой, чего-то рыжего этим листиком подам. Все-таки осенних оттенков хочется увидеть на этих листиках. Вот так вот. Парам-пам-пам. Дальний план. Там, конечно, тоже хочется каких-то рыжин, уже знаете, каких-то вот рыжеватых историй. Даже не знаю. С одной стороны, страшно потерять такой хороший синий фон. С другой стороны, оставить его исключительно синим тоже нечестно. Потому что если осень, значит, какие-то рыжеватые вот эти вот красновато-желтые оттенки должны там вдалеке проглядеться. И я их уже добавила. Пока я думала, добавлять их или нет, я их уже добавила. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Тоненькая кисточка, если захотите, да, то вот начинается. Начинается. Сделать темный коричневый. Красный с зеленым, например. Это вот хорошая темная коричневая смесь. Или красный с синим и чуть-чуть желтого. Темным коричневым я предлагаю добавить немножко веток. Может быть, по листочкам пробежаться каких-то, не знаете, веточку и вот этот скелетик-листочка чуть-чуть передать. Вот так. Ну, немножко так веселее становится. С листочками, с веточками, со всеми делами. Вот так вот. И форму листочка не потерять совсем, да. С тоненькой кисточкой. Я так кое-где подчеркну. С тоненькой кисточкой и чем-то светленьким. Так, вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Ну, и для приличия, мое любимое, сбрызнуть чем-то рыжим, что у меня тут есть. Не знаю, вам... А, вам не видно было все время эту мою палитру? Вот она, да? Ай-яй-яй. Надеюсь, вы на слух смешивали, и у вас получилось. Чем-то рыженьким я взбрызну в окрестностях и на грибочке. Это будет эффект таких осенних лучиков каких-то, знаете, какой-то такой игры по этому фону однотонному местами. Светло-рыженькое что-то брызнет и будет сразу веселее. Все, друзья, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова